Продолжение следует... По образовательной методике Стэнфорда обучаются более 120 учеников и 23 учебных заведения. Как моя коллега из 4-й школы Гагарская сказала, в некоторых учебных заведениях более 1000 учеников, в некоторых по 5-6. Это в основном учебные классы 7-11 класса. Можно сказать, что уровень освоения очень высокий. Детям очень понравилась система, она очень адаптивная, она подготовлена для того, чтобы они могли легко ее осваивать. Она очень пластичная в том плане, что в игровом стиле созданная. А это самая лучшая методика в данном современном мире, когда дети круглые сутки занимаются тем, что играют в игры. Это то, что можно было... Невозможно даже переоценить, насколько это передовая технология в плане завлечения к знаниям. Потому что дети сейчас, они очень ушли вперед относительно методик обучения в стандартных, в других же советских. Они были очень хорошие на современном мире, они очень неэффективно передают информацию. Потому что им неинтересно просто читать книжку и получать оттуда во знания. И поэтому такая методика, она не то что интересна, как курс обучения, который можно пройти и потом забыть о нем. Это интересное направление, с помощью которого можно ее преобразовать и в систему образования. Использовать некоторые аспекты для того, чтобы внедрять ее, изменить ее немного курс обучения школьного тоже. В данном случае мы показываем, как одна из групп Стэнфорда в средней школе города Схом. Вот третий класс Стэнфорда. Проходит изучение воды. Это наш химик, заведующий химлабораторией в университете. Она показывает капиллярные эффекты. Это вот интерактивная доска. Можно сказать, что технические оснащения сейчас в школах намного лучше, чем ранее. Но все еще, конечно, отстает от российских школ, если этим не поспоришь. Но мы можем сказать, что за последние месяц-два, которые мы проходим курсы Стэнфорда, мы поняли, что именно нам нужно сейчас докупать, как организовывать свои учебные заведения, как организовывать свои классы, как подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем использовать эту платформу на максимум. Сейчас она у нас, конечно, идет где-то на 30%, где-то на 80%, где-то техническое оснащение чуть получше, где-то чуть похуже. Но то, что она является интерактивной и доступной из любой точки страны, необходимый минимум – это компьютер и интернет. Этот минимум позволяет практически любому участнику получить максимальный объем знаний. Самая любопытная, самая лучшая часть в Стэнфорде – это то, что настолько глубокие, настолько далекие от простых людей, не ученых, не специалистов, такие знания в области нанотехнологии, квантовой физики, технические, микроэлектроника, наноэлектроника, она доступна не только преподавателям, она доступна не только обывателям, она доступна ученикам от 6, 7, 8, даже до 5 класса, если вы сумеете еще чуть-чуть упростить, еще объяснить и подсказать. И это показатель того, что эта программа очень нужна, особенно Абхазии, которая очень много разного пережила. И сейчас для нас такие… это как нас сразу же перекинуть на передовую всего обучения. Как я и сказал, повышает качество и доступность обучения за счет привлечения. Вот самое интересное, что можно привлечь действительно самых лучших специалистов, тех же ученых, тех же лучших преподавателей из разных стран даже, дистанционно. И они будут обучать учеников, которые находятся в деревенских школах, которым очень тяжело добываются доступные знания. Вот в данном случае можно сказать, что до недавнего времени не в каждой школе, не в каждом районе, не в каждом даже пункте можно было получить доступ к компьютеру. И только сейчас, вот последние несколько месяцев, до самых отдаленных населенных пунктов сел дошел интернет. То есть они только подключаются к этой схеме, и мы надеемся в дальнейшем расширить эту область до всех учебных заведений и как можно больше подключить участников. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.